МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го канала продолжит информационная программа о Воронеже события-факте. Смотрите сегодня в выпуске. Роскомнадзор провел семинар для воронежских СМИ, на котором рассказал, как избежать печальных ошибок. Известный воронежский памятник истории нуждается в срочном спасении. Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды распространил штормовое предупреждение. Село Кондрашовка в эпицентре экологического неблагополучия. К событиям в регионе мы вернемся после обзора мировых новостей. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после следующих выборов в Бундестаг в 2025. По крайней мере, занимать активных политических постов она не намерена. Также она обещает, что не будет претендовать на какие-либо должности в Евросоюзе и просто хочет отдохнуть после выборов. Здоровье Меркель в последнее время часто обсуждается в СМИ. Причиной стали приступы дрожи, которые несколько раз случались с ней на публичных мероприятиях. Тем не менее, Меркель уверяла, что с ней все хорошо. Политик призналась в желании, чтобы в учебниках по истории про нее написали «Она старалась». Федеральное управление гражданской авиации США запретило провозить в самолетах 15-дюймовые MacBook Pro с дисплеем Retina, которые были выпущены в середине 2015 года и продавались по февраль 2017 года. Компания Apple бесплатно меняет на этих ноутбуках батареи, поскольку выяснилось, что из-за перегрева аккумуляторы не отвечают пожарной безопасности. В авиационном ведомстве отметили, что уведомления о запрете таких MacBook'ов разослали во все американские авиакомпании. Новости республик бывшего СССР. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилевскую область потребовал не сбавлять темпы уборочной и других сельхозработ. Белорусскому лидеру доложили, что для завершения уборки зерновых в Могилевской области при наличии благоприятных погодных условий потребуется от 4 до 5 дней. Лукашенко поручил актуализировать программу по развитию рыбхозяйственной деятельности. После посещения форелевого хозяйства Лукашенко подчеркнул необходимость продумать перспективу, в том числе на базе действующих рыбхозов. Новости Российской Федерации. В Госдуме предлагают запретить старые автомобили. Комитет по промышленности разработал рекомендации по ограничению использования автотранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации. О каких машинах идет речь и какой возраст подразумевается под предельным, не уточняется. Ранее подобные инициативы уже были, но так и не дошли до Госдумы. Единственное ограничение, которое вступит в силу в 2020 году, коснется автобусов, задействованных в детских перевозках. Им должно быть менее 10 лет. Также в январе этого года президентский совет по правам человека предложил ограничить движение неэкологичных машин по Москве. Речь шла об автомобилях с двигателями классов Евро-3, Евро-2, Евро-1 и Евро-0. Эту идею в столичной мэрии, в МВД поддержали. Издание «База» попросило ГОМВД по Москве проверить полицейского Сергея Цыплакова на причастность к избиению активистки Дарьи Сосновской на согласованной акции протеста 10 августа в столице. Активистку задержали за то, что она заступилась за инвалида, которого волокли полицейские. Ей заломали руки за спину, и один из правоохранительных ударил женщину в живот. Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением о преступлении. Ранее глава Международной правозащитной организации «Гора» Павел Чиков объявил награду в 100 тысяч рублей за информацию о полицейском, ударившем участницу митинга. Главный редактор базы Никита Могутин отказался от вознаграждения. Эти деньги пойдут адвокату Дарьи Сосновской. Прокуратура Архангельской области вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона организаторам музыкального фестиваля на Шиевстве возле станции Шиес, где власти собираются построить гигантский мусорный полигон, сообщила «Медуза». Ведомстве подчеркивают, что запланированное мероприятие не было согласовано органами исполнительной власти. Организаторы и участники фестиваля могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. Добавили в прокуратуре. Наши ествия устраивают противники строительства полигона, на который планируется вывозить мусор из Москвы. Фестиваль пройдет с 15 по 18 августа. На нем ожидается выступление вокалистки группы «Слот» Дарьи Ставрович, лидера группы «Седьмая раса» Александра Растича, а также группы «Аркадий Коц». «Стройки и звуки», «Лунный пёс», «Дед Архимед», «Своя компания» и «Нинна Йоту». Новости нашего региона. В Воронеже состоялся профилактический семинар с представителями вещательных организаций. Мероприятие посетили представители управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу и Воронежской области, а также представители СМИ. Наши корреспонденты расскажут об основных требованиях законодательства Российской Федерации в сфере телерадиовещания. Главная тема семинара – типовые нарушения в деятельности телерадиовещания, динамика структуры телерадиовещания. По словам представителей Роскомнадзора, в работе важно не столько привлечение нарушителей к ответственности, а наоборот максимальное сокращение количества выявляемых нарушений. Роскомнадзор, как, наверное, все надзорные органы, сейчас стремится к снижению административной нагрузки на бизнес, на государственные органы. То есть мы проводим все меньше и меньше проверок. Однако надо понимать, что снижение количества проверок не должно приводить к снижению уровня законности. Мы здесь собрались для того, чтобы довести до вас основные вопросы в сфере связи, какие возникают в ходе контрольно-надзорных мероприятий и новеллы. Приоритетное направление – это профилактика нарушений. Для этого и проводятся семинары. К примеру, в Воронежской области чаще всего нарушения связаны с несоблюдением отчетности и требования о защите детей и нарушении объемов вещания. Эти требования установлены федеральными законами. Поэтому говорить о том, серьезно это или не серьезно, наверное, не очень правильно. Есть требования закона. Они должны исполняться. И вот об этом мы с коллегами сегодня говорим. К примеру, важно, чтобы возрастная классификация информационной продукции держалась на экране не менее 8 секунд и не была меньше логотипа самого телеканала. Согласно федеральному закону, это знаки 0+, 6+, 12+, 16+, и 18+. Все остальные возрастные ограничения использовать запрещено. Также ни в коем случае нельзя прекращать вещание сигнала местных телеканалов. В случае чрезвычайной ситуации оповещают именно по ним. Тем не менее, больше всего нарушений в Центральном федеральном округе оказалось у организаций в Воронежской, Тамбовской, Белгородской областях. В Центральном федеральном округе услуги кабельного вещания предоставляют более 500 операторов связи. Из них 15% располагается в нашем регионе. По обращениям граждан, наибольшее число нарушений зафиксировано у Почты России. Для выяснения ситуации даже будет проводиться специальное совещание. Олеся Олесюк, Максим Петров, 41 канал. Консервация Воронежской ротонды откладывается на неопределенный срок. Аукцион на выполнение соответствующих работ не состоялся. Оказалось, что даже единственная заявка на конкурсы не соответствовала требованию. Что значит ротонда для воронежцев и доживет ли она до столь необходимой для нее консервации, выяснила наш корреспондент Елена Цветкова. Эти руины знакомы, пожалуй, каждому воронежцу. Ротонда – единственная уцелевшая часть здания Воронежской областной клинической больницы, построенная в 30-е годы по проекту Дмитрия Чичулина, автора памятника Маяковскому и гостиницы «Россия» в Москве. Больница, оказавшаяся летом 42-го, на линии ожесточенных боев Красной армии и Вермахта, оказалась в итоге разрушена. Во время Великой Отечественной войны сильно пострадали два города – Волгоград, Сталинград и Воронеж. И в Сталинграде памятник аналогичный нашей ротонде – это дом Павлова. Его сохраняют в том состоянии, в каком он вышел из войны. В нашем городе – вот свидетель войны. Прежде корпус больницы составлял 130 метров в длину. В ротонде располагалась аудитория для чтения лекций студентов мединститута, выполненная в виде амфитеатра. Учебный корпус соединялся с терапевтическим отделением шестиметровой двухэтажной галереей. Корпусов здесь было два. Был еще хирургический корпус. Само здание терапевтического корпуса было кирпичным, и местные жители разнесли на восстановление, на строительство своих домов. А ротонда – из железобетона, поэтому она сохранилась. После войны денег на восстановление больницы не было, и в 1965 году Воронежский горсовет решил сохранить развалины, как памятник истории, включив его в мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной. Эти планы остались нереализованы, а вскоре ротонду и вовсе забросили. Это преступление, что здание, пережившее войну, в 21 веке теряет свои части. В 90-е никаких действий для сохранности памятника не предпринималось, не до того было. Но и в 2000-е ротонда оказалась никому не нужна, и все больше напоминала не памятник, а привидение. Это стало особенно бросаться в глаза, когда рядом вознесся великолепный храм святого равноапостольного великого князя Владимира. В ночь с 23 на 24 февраля 2008 года купол здания памятника обрушился. Восстановить сооружение, по мнению чиновников из городского управления культуры, тогда не позволили отсутствия средств и технологий. А если переделать полностью, то и вовсе исчезла бы его историческая ценность. Зато опасность для окружающих растет с каждым часом. Свисают куски на арматурах железобетона. Конечно, разумный человек туда не полезет. А дети? И это же манит. Там красивая лепнина, остатки голубой краски. Просматриваются подземелья. Ну, правда, к счастью, прикрытые решеткой. Это просто опасно. Надо что-то делать. Очередная попытка спасти памятник провалилась буквально на днях. Была даже названа сумма, которую предполагалось потратить на консервацию ротонды – почти 18 миллионов рублей. Планировалось, что подрядчик не только укрепит объект, но и проведет благоустройство территории к 1 мая 2020-го. Но аукцион на консервацию ротонды не состоялся из-за отсутствия желающих в нем участвовать. Между тем, по словам руководителя городского управления культуры, торги пройдут повторно уже в конце августа. Елена Цветкова, Дмитрий Хлебный, 41 канал. В селе Кондрашовка Семилукского района сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с экологической обстановкой. Прокуратура направила предписание местным властям с требованием навести порядок. Олеся Лисюк с места событий. Село Кондрашовка было основано в 19 веке, и народу здесь всего было немного. До революции здесь проживали около 500 человек. Сейчас едва с трудом насчитать и две сотни. Большинство жителей уехало в город еще в советские времена. Но есть и такие, кто делает ровно наоборот. Максим специально покинул Воронеж, чтобы жить поближе к природе. Правда, увидел он здесь вовсе не то, что хотел. Привозится мусор из села Стадницы и скидывается в Кондрашовке в этом месте. Потом здесь утюжится бульдозером, зарывается в землю. То есть происходит захоронение, порча земли, загрязнение земель поселения. А наше село находится в особо охраняемой природной территории, заказник землянский. От когда-то полноводного притока реки Серебрянки, Руды, остался один небольшой ручеек. По самой Серебрянке, впадающей в ныне несудоходную ведугу, когда-то могли проходить корабли Петра Первого. Сейчас же вместо рек жалкие лужи, возле которых мусор складируют сами селяне. Находится в ОПТ... Ну что, везде сейчас все учула повымерли, а ты собираешься везде к вам, везде все рассказываешь. В ОПТ, заказник землянский. У тебя пусть посмотрим, дома сфотографируют. У меня все нормально. Свалок в Кондрашовке немало, несмотря на то, что сельский глава говорит, что сражается с ними, не покладая рук. Ну сейчас его надо куда-то свести в одно время, и потом будем вывозить отсюда. Мы вот вывезли 40 тонн только отсюда, 40 машин. Теперь отсюда будем вывозить. Жители обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. В главе направлено предписание навести порядок, иначе ему будет выписан штраф. Олеся Олесек, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Десантника, напавшего с огнетушителем, в день ВДВ на передвижные камеры признали виновным в мелком хулиганстве и оштрафовали. Десантник, разгромивший дорожную камеру, не подозревал, что сам попадет на видео, как нарушитель. Инцидент произошел 2 августа в ванне на улице Ватутина. Ни с того ни с сего парень, подобно Дон Кихоту, отважно напал настоявшую у дороги камеру фотофиксацией и распылил содержимое баллона прямо в объектив государственной техники. Впрочем, несмотря на одобрительные возгласы друзей, правоохранительные органы выходку не оценили. Анинский районный суд признал десантника виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал его на 500 рублей. Правонарушитель полностью признал свою вину. А теперь о погоде в Воронеже и области. 15 августа в регионе будет ясная погода. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в Боброве, Богучаре, Бутурлиновке, Лисках, Нижнедевицке, Павловске, Острогожске и Россоши – 32. В Борисоглебске, Рамоне, Хохле и Семилуках – плюс 33. Такая же температура в черноземной столице. Ветер южный – 4,5 метра в секунду. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. Православная церковь почитает 15 августа память первомученика Стефана, которого апостолы сделали диаконом для поддержания справедливости. Святой не только выполнял возложенные на него обязанности, но и проповедовал Слово Божие в Иерусалиме, за что был привлечен к суду и побит камнями. В народе святой Стефан считается покровителем лошадей, поэтому ему молились о здоровье и защите этих животных. Уважаемые телезрители, 41-й канал Воронежской области не отключается в связи с переходом федеральных и местных каналов на цифровое вещание. Мы продолжаем эфирное аналоговое вещание на 41-й телевизионной частоте. Мы по-прежнему работаем для вас 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире в 6, 7, 9 часов утра, ровно в полдень, в 19.30, в 20.30 и в полночь по московскому времени. А также на нашем ютуб-канале в интернете. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире 41-го. Редактор субтитров А.Семкин